Книга чисел, четвертая книга, пяти книжек Ветхого Завета и всей Библии, в Мишне и Талмуде называется «Хумашапюдим». Название книги объясняется тем, что в ней приводится целый ряд подробных данных по исчислению народа, отдельных его колен, священнослужителей, первенцев и тому подобное повествование охватывает события от приготовления к уходу из Синая до прибытия на равнины Моава при Иордании против Иерихона. Основное содержание этой книги «Жизнь народа в пустыне» пред лицом создателя и наедине с ним содержание книги «Числение колен». В первых четырех главах этой книги речь идет о приготовлениях к военному походу и приводится число боеспособных мужчин, которые составляют 603550. В этих же главах описан порядок, который соблюдается как на стоянках, так и в пути. В центре находилась Скиния, которую несли левиты, а по четырем ее сторонам располагались по три колена. Эта часть книги «Числа» устанавливает законы о Назариях и завершается священническим благословением, а также перечисляет коллективные индивидуальные пожертвования начальников колен для священнослужения в Скинии. Каждый из начальников приносил дары в назначенный день в том порядке, в каком колено перечислено в «Чис». Два. Были изготовлены две серебряные духовые трубы и установлены правила для их использования в бою и в праздники. Исход и скитание по пустыне. В двадцатый день второго месяца на второй год исхода израильтяне покинули гору Синаи и двинулись в путь. Главы 10 часов 11 минут минус 2-2 повествуют об их продвижении, однако приготовления к приходу в землю обетованную оказались напрасны. Народ проявил моральную слабость, что выражалось в актах непослушания, о которых рассказано в главах от 11 до 25. Первый случай фропота Израиля против Бога и его посланником Моисея связан с однообразием посылаемый Богом. Каждое утро пищи, в ответ на жалобы Моисея Бог посвятил семидесяти мужей в старейшины, возложил на них часть времени Моисея и послал израильтянам несметное множество перепелов. Далее следует рассказ о том, что Арон и Мириам упрекали Моисея за жену Эфиопку, которую он взял за себя и Бог наказал Мириам проказой. Последствия исцелив ее, ропот израильтян достиг кульминации в их отказе идти в землю обетованную. По велению Бога Моисей послал в Ханаан 12 разведчиков по одному от каждого колена. Вернувшись через 40 дней к Моисею, они подтвердили, что в земле Израиля подлинно течет молоко и мед, однако испуганные силы живущего там народа, распускали худую молву о земле, которую осматривали между сынами израилевыми. В результате израильтяне стали роптать на Моисея и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Двое из разведчиков, Иисус Новин и Халев, призвали народ уповать на Божьи обетования, однако израильтяне вознамерились побить их камнями. В наказании за слабость веры Бог осудил всех, за исключением Иисуса Новина и Халева, на странстве и смерть в пустыне. А за самовольную попытку израильтян войти в Ханаан они были наказаны поражением в битве с Амаликитинами и Ханаанильмьи. Глава 15 содержит ряд культовых предписаний, завершающихся рассказом об установлении смертной казни за нарушение субботы и предписанием носить сицит как постоянное напоминание о Завете. В рассказе «Восстание левита Кореи против Моисея и Аарона» отражается недовольство части потомков колена Рювина, а также левитов отведенным им подчиненным положением по сравнению с Каенами, которым была дана прерогатива отправления культов с Кинией. Бог наказал ропщущих и восстановил авторитет Аарона. За этим следует установление об обязанностях и правах левитов как прислужников священников и предписание о ритуальном очищении пеплом красной коровы. Завершение скитаний далее повествуется о периоде, завершающем 40-летнее скитание Израиля по пустыне. Центральная тема следующей главы – смерть вождей израильтян. Глава начинается сообщением о смерти Мириам и завершается рассказом о смерти Аарона и наследовании священничества его сыном Елезаром. На своем пути в землю обетованную израильтяне направились в Зеордани, однако цари дома отклонил их просьбу разрешить проход через его территорию, нанеся поражение ханаанскому царю Араду. Израильтяне двинулись вдоль Красного моря, чтобы обойти Эдам с юга. Трудности пути через пустыню вновь вызвали молодушие у израильтян, за что Бог наказал их нашествием ядовитых змей. В результате победы над царем Сихоном израильтяне впервые приобрели собственную территорию, и поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его. Кратким рассказом о победе над царем Башана Огом, позволившей израильтянам завершить овладение территориями к северу от Зеорданских царств, заканчивается повествование о продвижении израильтяна Синая в Зеордани. Израильтяне в Муаве Последняя часть книги числа повествует о пребывании израильтян на равнинах Муава. История о Волхвове-Валаме, которого Балак царь Муава послал проклясть Израиль, а он вместо этого благословил его, показывает неуязвимость народа Израиля. Вслед за этим, однако, повествуется об очередном отступничестве народа. Павшего под влиянием Муавитян выдало поклонство и блудодействовавшего с дочерями Муава. После того, как Финиос публично умертвил зачинщиков, Бог повелел Моисею казнить начальников народа и поразить 24 тысячи из израильского стана, заповедав Израилю вечную вражду к Медионитам, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем. Этим эпизодом завершается в книге числа длинный перечень отступничеств Израиля. Исчисление израильтян в главе 26 аналогично главе 1, однако дает несколько меньший итог, который отражает потери вследствие Божьего наказания. Рассказ об исчислении служит введением к установлению законов об уделе дочерей. Глава завершается рассказом об избрании Иисуса на вина преемником Моисея. Повествование прерывается предписаниями о праздничных жертвоприношениях и об ответственности за обеты данной женщинами. Глава 31 повествует о войне израильтян с Медионитами и дает пример как следует делить захваченную на войне добычу. В главе 32 повествуется о согласии Моисея разрешить коленам рувимой гады и половине колена Минаша поселиться в Геляде с условием, что они вместе с остальными коленами примут участие в войне за овладение Хананом. Глава 33 начинается списком становища израильтян на их пути от Египта до Мава. Большая часть приводимых здесь географических названий не поддается идентификации, а многие из них не встречаются более в Библии. За списком следует повеление Бога израильтянам завоевать Ханаан и разделить его территорию между коленами. В главе 34 дается перечисление всех границ земли, предназначенной для поселения израильтян и имена тех, кто должен будет делить землю по жребию. Глава 35 содержит постановление о городах левитов, которые, в отличие от остальных колен, не получат собственного надела, и о городах-убежищах для тех, кто совершил непреднамеренное убийство. В последней главе 36 даются дополнительные постановления о наследовании и уделе дочерьми. Происхождение книги Рассказы книги числа о переписях соотносятся с аналогичными эпиграфическими находками из Марии, в которых, как и в книге числа, переписи населения связаны с воинской повинностью и распределением земли, причем термины марийских документов соответствуют библейским терминам. Повествовательный материал книги следует также сравнивать с политическим положением. В XIII веке до Н.Э., когда многочисленные государства региона были вассалами медианитов, контролировавших политику этих государств, этот факт объясняет, почему приближение воинственных израильтян обеспокоило не только мавитян, но и медианитских старейшин. По всей видимости, пятеро знатных медианитов, убитых на территории амарийского царя Сихона, были медианитскими иммиссарами в Хижбоне. Медианитские представители сопровождали мавитских послов, обратившихся к Валааму за помощью в действиях против израильтян. Возможно, что именно медианиты были инициаторами деморализации израильтян, поскольку Бог наказал Моисею враждовать с медианитами, а не с мавитянами. И этот наказ был выполнен в Итис, ДН, Э. Медианиты практически исчезли из поля зрения израильтян. Разделение книги на недельные главы. Бемидбар, Наса, Беалотха, Шлах, Курах, Хукат, Балак, Пенхас, Матод, Масей.